Парковка полностью заполнена. Я вообще почти на последнем этаже припарковалась. И то даже, честно говоря, не очень понимаю. То ли восьмой, то ли седьмой. Просто помню, что припарковалась в конце. Надо будет искать ещё. Приехала во Фридрисхаффен в больницу. Здесь вот есть такой номер 14 дом. Кстати говоря, имейте в виду Эрцтхаус. Здесь очень много всяких разных... В общем, это поликлинический комплекс. А вот там дальше уже идёт сама больница непосредственно. Знаете, что приятно? Что прям весна-весна уже скоро. Птички поют. Теперь я понимаю, почему здесь стоять нельзя. Потому что вот подъехали скорые. А там почему-то автобус стоит. И видно им не проехать к приёмному покою. Не знаю. Вот здесь автомобилем можно стоять 15 минут. Это если вы кого-то приехали забирать или привезли. Доброе утро, друзья наши далёкие и близкие. И у нас ночью был сильнейший шторм, который меня прям разбудил. Опять срывало крыши. Потом пришёл дождь. То ли у меня новых подписчиков много, либо новых зрителей. И каких-то, ну мягко скажем, странных. Сегодня утром прочитала комментарий. Если вы живёте в Германии и не хотите превращаться в немцев, вспоминаете русские фильмы. Чего бы вам, ну типа того, не превращаться в арийцев. Я думаю, ну да. Люди, конечно, разные. Причём в этом ролике я вспоминала фильм Мимино. Сами понимаете, насколько он русский. Он скорее советский. Где главные герои это русская стюардесса и грузинский лётчик и армянский дальнобойщик. Ну, собственно говоря, практически все любимые актёры. Такое впечатление, знаете, что люди вообще никогда не жили в многонациональной стране. Причём к многонациональной сейчас можно отнести любую страну. Ну, если только это не совсем какая-нибудь закрытая страна, типа Северной Кореи, например. Ну, и то я не знаю. Может быть, там тоже очень много иностранцев. Я не знаю. Просто мы о ней ничего не знаем. Ну, мало знаем, скажем так. Хотя пару блогеров я видела, которые прям вот реально там живут. И пару раз выкладывали ролики. Но в основном я хочу сказать, у меня очень хорошая, достойная публика. С юмором. Единственное, что... Самое интересное, что странные люди пишут мне комментарии именно под роликами в Ютубе. А мои зрители, которые прям вот реально мои зрители, которые смотрят меня регулярно, они, как правило, пишут комментарии в соцсетях. Еду в Обер-Торингер на физиотерапию. Время от времени все-таки даже если особо нечего снимать, смотрите, в общем-то, что-то у нас и зима такая, и осень, и вот уже вроде как к весне, да, но все равно. Какое-то все такое мрачное. Не скажешь, что ты на юге Европы, на юге Германии находишься там, где уже и действительно уже и подснежники, и деревья начинают уже зацветать. Знаете, прожить нужно практически всю свою жизнь. Основную часть своей жизни в Санкт-Петербурге для того, чтобы вот дождем можно было даже наслаждаться. Вот я сейчас еду, да, и вот эти капельки дождя. Хотя по Питеру иной раз едешь, вот так вот отдаст тебя навстречу идущая машина, и ты как в бассейне, потому что иногда такие бывают дожди. Сейчас я тоже в Питере видела. Люди по колено в воду переходят на пешеходных переходах. Я тоже помню, что когда жила в Питере, я мечтала купить комбинезоны для собак, как сумка с ручкой, потому что когда уже было две собаки, мне было не очень удобно их брать под мышки. Доброго всем дня, друзья наши далекие и близкие. Что-то у нас, как-то у нас все это повторяется. Сейчас мне опять напишут, потому что они видят, что ты не немка, и типа поэтому не уступают дорогу. Слушайте, конечно, коменты иной раз. Но самые неадекватные я просто удаляю. Хотя... А, вот хотела, знаете, рассказать. Есть у меня несколько блогеров, которых я смотрю так или иначе. Вообще, в принципе, мне нравится, что у них какая-то определенная линия своя, какой-то сюжетная линия, либо несколько сюжетных линий. То есть они мне попадаются, как правило, в рилсах. Рилсы это, знаете, да, что коротенькие такие ролики. В основном с детьми, с животными, как правило, бывают. И есть, в принципе, достаток... Я не буду называть блогеров. Они очень популярные. Боже, если к ним посмотреть в комментарии, такое впечатление, что их ненавидит весь свет. Причем комментариев там, я не знаю, просто... Ну, если не миллионы, то десятки тысяч. Боже, какие люди злые. Как люди не любят успешных, красивых. То есть, если у тебя ухоженное лицо, значит, ты качаешь, не качаешь. Вот какая мне разница, кто что себе качает. Есть возможность, есть желание. Это ее лицо. Или там, это его тело накачанное, подкачанное. Боже. Ну, это тоже для меня, знаете, такая, скажем так, такой опыт. Опыт, что называется, не пробьешь. Вот. И я так думаю, что я буду переживать за всех, за всех тех, у которых не сильно сложилась жизнь. Будем за себя переживать. Правда, девочки и мальчики? Как вы? Как у вас дела? Это у меня вот племяшка есть, которая из Дружковки Краматорска. И сейчас они, по-моему, живут в Виннице. Олеся, вам привет. Я у вас не так часто в последнее время комментирую, но я вас смотрю время от времени. Вот. И у нее всегда тоже такое. Мне очень нравятся эти выражения. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Да, опять. Я в прошлый раз. У меня все время падал телефон, крепление отклеивалось. И у меня спрашивали, каким образом, почему мой муж ездит. в Украину. Его пригласили. Насколько я понимаю, он подменяет кого-то за рулем. Наверное. У нас просто, ну, не такие отношения, чтобы, знаете, вы спрашиваете вот эти вот все мелочи. То есть у меня есть своя какая-то волонтерская деятельность, и у него что-то свое. Причем я его сама с этими людьми и познакомила. Вот. Ну, а поскольку у него как-то нет там друзей, приятелей, и только по работе что-то, ну, и даст Бог, что он как-то с ними там и подружится. Так вот, значит, что вообще, чем они занимаются? Насколько я понимаю, вот эти вот благотворительные организации, они получают... Я просто время от времени видела, что, например, Юля, жена вот этого немца, который благотворительной организации, волонтерской, она время от времени клич бросает. Что, например? Например, ребята, собираем там, например, памперсы, детскую зубную пасту, зубные щетки, там что-то еще, ну, вот что-то такое, средство по уходу именно за детьми, да, либо, ну, вот такого что-то плана. То есть что-то, вполне возможно, что есть какие-то, знаете, типа там заявка, да, чего в супе не хватает кому-то. Может быть, этого не хватает, там, тому же детскому дому, который там переехал в другой город, вот. Поэтому ситуации много за эти два года, каких только ситуаций я не наблюдала. Поэтому мне сложно ответить, кто куда едет, когда. Я, например, в этот раз тоже особо не знала, вот. Просто он мне время от времени, муж писал смс-ки, например, мы в Бухаресте, например, да, или там мы, завтра мы там в Будапеште. Потом он, то есть, скорее всего, как я предполагаю, скорее всего, что это собирается какая-то гуманитарная колонна, вот. И, скорее всего, они там едут под охраной, опять же, вот этих, ну, это я из телека, да, еще за всякие прошлые десятилетия под охраной, как принято называть, голубых кассок, да. Скорее всего, так. Почему я об этом не расспрашиваю? Потому что у меня, ребята, тоже голова закипает от информации ежедневной. Вот, поэтому... Зачем мне это? Зачем мне это все? У нас есть такая газетка здесь, например, вот в нашем городке, Оберторинген. Есть газетка, в которой тоже время от времени собираем вот это, собираем вот то. У меня есть вот там за горами, за горами, за долами, вот там вот горы, которые Альпы, там швейцарские города уже. И вот там у меня знакомый, он итальянец, с юга Италии, причем то ли Калабрия, сейчас уже не вспомню, то ли Неаполь. Он уже давно здесь живет, вообще 150 лет, у него бизнес, у него тут и дети выросли. В Швейцарии он живет давно, работает, уже себе практически пенсию заработал. И вдруг как-то у нас какое-то ненастье было. Я смотрю, он в сети, я у него спрашиваю, у вас тоже вот такой шторм или что-то тут у нас было, потому что, ну вот, вот видите, сейчас там у нас перед нами озеро. А он говорит, нет, у нас жарко, потому что я в Африке. То есть ему предложили возглавить какую-то техническую часть, какой-то волонтерской программы в Африке. И он, я не помню, конечно, уже сейчас в каком он был регионе Африки. То есть эта команда, она строила школы для африканских детей. Он в Фейсбуке даже выкладывал фотки. Ну, то есть такие они простенькие школы. Вот, поэтому волонтеры, они по всему миру, в Европе это нормально волонтерить. У меня очень много знакомых в той же Италии, в той же Испании, в Германии на каждом шагу у меня какие-то знакомые люди принимают участие в волонтерских программах. Зато есть приятные тоже комментарии. Пишут, привет, земляки, мы тоже во Фридрисхаффене. Потом здесь оказалось у моих знакомых, с которыми мы в основном в одноклассниках общаемся. У них тоже родственники во Фридрисхаффене. То есть есть даже немцы, которые, ну, этнические немцы, которые из просторов постсоветских сюда приехали, потом уже вернулись, либо вообще в другие страны уехали. Ну, и, естественно, где мы общаемся все, мы общаемся все в соцсетях. Так что вечер, вечер такое, вечер общения, как правило. А у меня, например, в тех же одноклассниках это в основном мои. Именно одноклассники, как правило, и родственники. И родственники с моей малой родины. Вот они пока тоже в одноклассниках. Время от времени появляются. Опять ночью был шторм. Опять штормовой ветер. Сильный дождь. Ну, вот сейчас уже достаточно все сухо. Мы с Лео сходили погуляли. Лео был удивлен, изумлен. Когда я ему сказала, идем назад. Ну, он вообще, в принципе, по одежде понимает, что я не пойду гулять. И вдруг по одежде, вроде как, я должна куда-то уезжать, а он... А я ему говорю, пойдем погуляем. Ну, мы пошли погулять не так далеко. К пятнице я уже прям ощущаю себя тоже достаточно уставшей. Сегодня у меня должно было быть два термина, причем в одной и той же клинике ортопедической. Шпорт клиник называется Бодонзе. Вчера мне позвонили прям вечером, прям уже это было, наверное, восьмой час. Я думаю, ой, а что так звонят? Да, заболела доктор, которая сегодня должна была на приеме присутствовать. Проходим. Поменяли термин. Проходим. И получается, что у меня сегодня только один термин. Ну и зато он поздний. То есть будешь в 13 часов. Так, я могу сразу сюда встать? Да, я могу сразу сюда встать. Ура. Так, хорошо. Я сразу засняла, где я припарковалась. И там сердеческая. お願い. Пока-пока-пока. iniique state-пока нас.